Такой темп конно-спортивным соревнованиям задает лошадь по кличке Ритм. В честь этого скокуна и назван спортивный клуб при храме во имя Святой Блаженной Ксении Петербуржской, на ипподроме которого проходит соревнование по детскому конкуру. Отличить каждого скокуна можно не только по внешнему виду, но и по характеру. Как утверждает духовник клуба Ирей Сергий Павлов, это и отличает лошадь от машины. Машину сел, нажал педаль, машина поехала. А на лошадку сел, первая встреча с живым существом. У него свой характер, извините, и свои мысли, и все остальное. Существо, которым управляешь, которое весит 500-600 килограмм, очень сильное. Надо найти общий язык. Это отнюдь не просто. Всадник едет на коне, он тратит столько же энергии физической, сколько половец, плывущий по воде. Вот, об этом никто не знает. Но конники очень физически здоровые люди. Для общения со скокуном нужна не только физическая подготовка, но и особые душевные качества. Для их укрепления ребята из конно-спортивного клуба «Ритм» ходят в храм, где они общаются со священником. Он в прошлом году так побуянил маленько, ну а так он это молодец вообще, хорошо отработает, отлично, здорово. Просто тренер у нас как бы на нем ездит. Лошадь надо обихаживать, заботиться, то есть выполнять борзью заповедь к ближнему, относиться нормально. Лошадка ведь тоже живое существо. Поэтому даже уже находя общий язык, с ним человек меняется и естественно меняется в лучшую сторону. Я с детства полюбила лошадей, с детства ходила еще с малых лет на конюшню, как бы сначала просто каталась, мне это увлекло и решила заняться конным спортом. Ну, конный спорт, как он, делать здоровее человека, сильнее, как физически, так и морально. Посадишься на лошади, единственное, страшно, вот, преодолеваешь какой-то страх, это экстрим, вот, становишься сильнее, уже не страшно ездить на лошади. И, как-то, ну, вообще, это, находишься, как бы, на уровне выше на лошади, по-другому себя чувствуешь. И люди, которые не ездят на лошади, как бы, советуют поедеть, это очень здорово. Воспитание чувства любви к ближнему своему начинается с детства, и порой животное становится нам лучшим помощником в этом. И от того, как мы к нему будем относиться, зависит и то, как мы будем относиться к людям. Че, 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 че?